Здравствуйте, друзья! Это Олег Радивилов. Мы продолжаем разговор о истории. У нас сегодня в гостях историк, археолог, преподаватель истории первобытного общества, этнографии и археологии Бессонов, Александр Николаевич. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Давайте мы сегодня с вами поговорим о такую очень интересную тему – виды браков. Дело в том, что в наше время традиционные виды браков между мужчиной и женщиной, наверное, можно два вспомнить. Это наш традиционный – мужчина-женщина. В ЗАГС сходили, и, собственно, все, семья получилась. И когда один мужчина и несколько женщин, ГРМ. Что еще в истории, как еще люди формировали свои взаимоотношения, если были другие варианты? А они ведь были. Были, да. И достаточно много. Но если брать, допустим, достаточно раннего времени, то вообще реконструировать, какие были отношения между людьми, это очень сложно. Почему? Потому что это отношения. Потому что если мы, вот как археологи, мы раскапываем в основном материал именно в виде каких-то горшков, то есть именно вещевой материал. И поэтому, глядя на горшок, мы не можем сказать, о ком думала эта женщина, которая лепила этот горшок, или о чем думала. Это вещи нематериальные. Это не случайно даже определение в археологии, если это изучение бескопаемой реальности. А то, что и реально, мы не можем. Но, с другой стороны, не заниматься этим вообще, это как бы неправильно. Потому что человечество развивалось. И поэтому начальные моменты, связанные вообще с появлением человечества и, в общем, как он выстраивал отношения между собой для того, чтобы продолжить род, они достаточно хорошо, как бы сказать, прослеживаются только на основе всяких человекообразных обезьян. Почему? Потому что за ними наблюдают и примерно вот так экстраполируют, что вот примерно так на начальном этапе было у человека. Тем более, что по этнографическим данным, у нас, допустим, в нашем нынешнем мире где-то в 16 местах примерно в мире известны стоянки, связанные с эпохой Мезолита. То есть это вот то время, каменный век, именно средний каменный век. Это, условно скажем, по археологической периодизации, это где-то с 12 тысяч лет назад и до 6 тысяч лет назад. То есть это вот этот период, как бы, естественно, ну, как бы сказать, достаточно далековато, как бы, отстоящий от нас. Но, учитывая, что вот консервативность, которая обеспечила природа человеку, она позволяет ему жить в тех условиях, которые сложились уже очень-очень давно. И вот на основе наблюдения за этими племенами можно восстанавливать вот такие отношения. Поэтому форм брака достаточно много. И, но самое главное, что очень часто они поначалу были неустойчивы, эти браки. Почему? Потому что отношение между полами не воспринималось, как, ну, в общем, причиной появления детей. То есть, поэтому... То есть люди не понимали, что брак, да? Ну, да. Это как естественная надобность. Это вот все равно, что там... Ну, покушать. Да, как покушать, да. То есть это все. А рождение ребенка тогда? Рождение ребенка – это как раз почему и начинается потом осознание родства по материнской линии. Потому что начинают все понимать, что вот эти мальчик-девочка, еще один мальчик, еще одна девочка, они вышли вот из тела этой женщины. И поэтому осознание родства происходит изначально по линии матери. И... А кто там папа? Ну, а кто его знает, кто? То есть, поэтому все, Бог дал. И поэтому получается так, что, в общем, здесь женская составляющая, в начале история человечества, она была самой главенствующей, потому что тяготение было к маме. Ну, собственно, это так и сложилось. И видно это по всяким, допустим, там, артефактам, которые нами выявляются во время археологических раскопок. И, в частности, здесь у нас в Гагаринах. Здесь возле очага было обнаружено в совокупности вот Сергеем Николаевичем Замятниным, который исследовал там в 26-29 годах здесь, на этой территории. А потом Лео Михайлович Тарасов в 60-е годы, там, в течение 10 сезонов исследовал. И в общей сложности обнаружено 14 женских... Венеры. Да, Венеры. Да, сделанных из бивня мамонта. Правда, 6 такие прекрасные, сделанные, дооформленные, завершенные и так далее. А 8, они, ну, как бы сказать, разные. Там то сломалось, то недооформили, не успели, там, или еще какие-то причины. Но, в любом случае, это четко считается, что это, вот, именно Венеры. И почему они вокруг очага? Потому что женщина хранится очага. Потому что она... То есть, в доме древнего человека, в племени женщина была главная. Был матриархат. Это был, ну, как бы матриархат... Это, вот, если говорить о природном состоянии, да, вот люди... Всегда понятие матриархата неправильно воспринимается. Потому что, вот, иногда даже женщины, особенно нынешние, эмансипированные, они прям потирают руки, говорят, о, раньше был матриархат. Вот, да, да, первоначальное состояние, надо вернуться. Матриархат, он был в том плане, что осознавали родство по женской линии. А папа, кто его знает, где папа, кто такой папа, и вообще такого понятия поначалу не было. Поэтому, а так вообще, в общем, ну, Бог дал ребеночка, вот и все. Вот, и поэтому, как бы пришло время, почему-то это, ну, как бы сказать, у нее начинает расти живот. Вот, и все, и не более того. А все отношения, это происходит, это так. Это, как бы, про, между прочим, идет, как бы сказать, инстинктивное влечение к красивой, как бы сказать, персоне. Вот, и не более того. И поэтому, вот, отсюда идет осознание. В этом смысле, да, матриархат, как бы сказать, это, прежде всего, что женщина – центр, центр притяжения. Вот, вот это вот самое главное. Вот, ну, что касается... А дальше, как развивалось? Вот, первоначально, понятно, женщина – главное, папы – нет. В какой момент вот начали складываться уже семья в нынешнем понимании, более-менее похожая на то, что и сейчас у людей? Ну, начинают складываться в то время, но, опять-таки, там, как на мой взгляд, это складывается в то время, когда начинает появляться производящее хозяйство, и здесь, ну, в общем, появляется возможность получения, так называемого, избыточного продукта. Вот тут мужчины, они проявляют себя более, ну, как бы, рачительными. Они, в общем, так по-хозяйски смотрят на то, что остается лишняя продукция и так далее. А потом, когда появляется производящее хозяйство, то есть здесь уже мужчины начинают на это смотреть. Ну, и самое главное, что когда, ну, в общем, нужно заключать было браки, то есть браки, как вот сейчас заключаются, допустим, династические браки, там, между королем, королевствами, там, и так далее. Вот так и тогда тоже между племенами заключались мы вам девочку, а мы вам мальчика и так далее. Шел обмен. Для чего? Для того, чтобы поддерживать отношения. И поэтому поначалу то же самое, то есть там шло, поскольку родство осозналось, то есть поэтому поначалу организовывалась так самая примитивная форма, так называемая дуальная организация. То есть когда два рода, но они друг с другом меняются невестами-женихами. То есть потому что свои родные нельзя. То есть поэтому между своими существует жесткая табу, чтобы ни в коем случае брат на сестре не женился и так далее. Исключением являются, правда, египетские товарищи, как бы сказать, фараоны, которые женились на своих родных сестрах, потому что, как бы сказать, вдруг подумают, скажут, как же так, он же на соседней клаве женился там и так далее. То есть и на соседской вот девушке, какой он там бог-ра, наместник на земле. Поэтому вот из этих соображений, чтобы не путаться с чернью, они заключали браки вот таким образом, но это не лучшим образом сказывалось на их потомстве там и так далее. Но это уже другая проблема. А так вообще, в первобытности ни в коем случае. То есть между братьями, одными братьями и сестрами нет. Но между двоерными уже можно. То есть, ну, поначалу была такая система. То есть поначалу так, потому что нет осознания родства, как бы сказать, не из одного тела вышли вот эти все, уже из другого. И поэтому там есть такие, так называемые, целая система кузенных браков. Это, опять-таки, позволяет сохранять ресурсы людские. То есть мы, они все вот здесь вот крутятся. То есть как бы двоюродные, вот они между собой могут заключать браки. Вот. И, но потом, когда появляется, вот я почему сказал об эпохе неолита, когда появляется возможность, ну, то есть неолит, это уже следующая эпоха, когда появляется производящее хозяйство, когда начинают производить сами. Почему начинают производить? Потому что, извините, природе не хватает собирать, нечего. И начинают производить. А кто у нас, особенно на земле, главный производитель? И сейчас мы на даче посмотрим. Там в основном, да, в основном, женские фигуры. Да, то есть и поэтому женщина в силу своей скрупулезности, усидчивости, терпимости и прочее, то есть она была основной вот и в производящем хозяйстве. И поэтому статус женщины как рабочей единицы становился очень высоким, стал расти. И поэтому получается, что чтобы теперь выкупить, ну, или точнее, как бы сказать, заполучить женщину, извини. Да, как рабочую единицу. Потому что брак, это в любом случае, это экономическое соединение, прежде всего. То ему, как бы сказать, тесть говорит, дорогой, вот у нас ее забираешь, представишь, у нас ее уже не будет 15 лет. Она, то бы она у нас здесь, извините, вкалывала, а это теперь-то ее забрал, все, посчитаем. И там они иногда полжизни платят потом выкуп за то, что он ее забрал. Но появлялись, как бы сказать, когда земля, допустим, наделяется, где-то захватывают какие-то участки. То, что захватывают, а просто так оказалось, как вот и было и в наши крепостические времена, ну, достался хороший участок. Норезали, хороший участок. И все, и дела пошли. То есть, и потом еще, там, ну, как бы более сообразительные, там, были в плане новых изобретений каких-то, там, может быть, селекцией начали заниматься. И в результате у них побольше стало урожая, побольше стало денежек. А вот он еще себе одну покупает. И появляется многоженство. И получается, многоженство, конечно, то есть он покупает себе, прежде всего, рабочую единицу. Да, то есть, поэтому и сейчас на Востоке такая же ситуация. Ты можешь иметь четыре жены, только если сможешь их обеспечить. То есть, если ты не сможешь обеспечить, извини, никто тебе не даст. И поэтому, и более того, что ты за нее же за каждую колым еще какой нужно платить, ты пригони 20 верблюдов или сколько там у каждой такой, как бы сказать, народности, разные там расценки. Ну, вот поэтому женщина, статус ее и стоимость была достаточно высокой. Но потом, когда появляются излишки продукции, вот тут уже, ну, в общем, получается так, что женщина, ну, в общем, как бы немножко отстраняется от этого дела. И мужчина говорит, типа, мое. И тогда вот он... А твоя дело возле плиты. Да, ты возле плиты, да, то есть возле плиты, и поэтому получается так, что мужчина, ну, как бы сказать, узурпирует. Ну, не то, что узурпирует, он просто, ну, это нужно сохранять, потому что, во-первых, женщина, она не может. Во-первых, поля увеличиваются. А дети, когда же, и поля нужно обрабатывать, и это, то есть, поэтому, когда появляется, особенно пашенное хозяйство, ну, как бы начинают пахать, то это чисто мужское занятие, поля огромные. Это с утра уходишь, вечером приходишь, а если женщина, допустим, можно, конечно, ее поднакачать, так, чтобы она там, да, и запрячь тоже. Но в любом случае, а что будет с детьми тогда? Поэтому женщине нужно ставить большой памятник, что она все-таки осталась у плиты, вот, воспитала человечество, и мы сейчас должны быть благодарны. Поэтому должно быть на каждом углу по памятнику женщине, да, за то, что вот они сумели сохранить нас, наших предков, там, и так далее. Вот, и далее, допустим, еще в это же время появляется и полиандрия, так называемая. Ну, то есть, это полиандрс-мужчина, значит, поле много, многомужество. Это когда одна женщина? Одна женщина, два мужчины. А два? Почему? Некоторые говорят, что вот там, как бы, ну, в общем, женщина там какая-то там особая, ничего подобного. Это опять-таки из-за той же экономической проблемы. Дело в том, что за женщину надо платить. А, как бы сказать, должен платить кто? Отец. Потому что, ну, кто, вот молодежь, допустим, он сейчас даже... Ну, да, откуда им взять денег? На свадьбу платят родители. Родственники, родители, да. И поэтому он говорит, вот они, погодки идут у него, там, дети. Он говорит старшему и младшему, вот, соседская Люся, берите, денег у меня больше нет. На двух братьев, одну жену. И поэтому получается, что из-за дефицита, в общем, который имеется в семье, не способны обеспечить, ну, как бы сказать, обоим, что называется, каждому по жене. И вот одну на двоих. Ну, а что касается, вот, опять же, вот про братьев, да, вы заговорили, когда у одного брата одна жена, у другого брата вторая жена, умирает брат и младший женится. Да, это ливерат, это так называемые ливератно-сороратные отношения, это также и у сестер также. Это, кстати, и сейчас, и в нашем обществе также бывает, когда бывает случай какой-то трагической гибели одного из родителей, там, или, ну, там, допустим, кто-то гибнет, там, мама гибнет, или, там, умирает раньше времени, и папа, там, нашел себе другую семью, а дети остаются, их тетям забирают, очень часто бывает так. И часто даже, вот, в кумовья, там, теть берут, то есть, это вот такие отношения. То есть, и, а вот, допустим, на Кавказе, и до сих пор так, особенно в горах, то есть, там, как, допустим, умирает брат, то, соответственно, он в себе, в семью забирает жену и детей этого брата. То есть, поэтому это вот такие... Это тоже форма брака. Это как бы форма... И у него становится такая полигамная форма брака, ну, то есть, две жены. То есть, потому что он берет, как бы, в том числе и воспитывать этих детей, но жена брата, она уже теперь становится женой ныне живущего брата. Разводы. Это признак нашего времени или тогда тоже существовали, когда, ну, тебя не устраивает жена, не сошлись характерами, не получили, и взял другую? Ну, такое было, допустим, у Маклуха Маклая, там, вот, описываются, там, самые разные варианты, то есть, это... Да, у них нет вообще понятия развода или понятия брака, то есть, вообще, таких терминов, как правило, не существует. Ну, допустим, очень интересные традиции, которые наблюдаются, по-моему, у маорийцев, то есть, когда юноша строит хижину, ну, из тростника и прочего, но хижину, и говорит там, красавица, говорит, слушай, у меня дом есть. Шалаш. Да, ну, шалаш такой, да, с милым и в шалаше хорошо, но там другого и не надо, там, и поэтому все, она говорит, все, я согласна, да, то есть, прямо как в том анекдоте, как вас зовут, да, я согласна. А потом, значит, она, допустим, в общем, готовит ему такой напиток специфический, там, тонизирующий, возбуждающий, там, и так далее. И если она в какой-то момент перестает ему его готовить, все, это, значит, развод. Значит, она уже завтра будет готовить к какому-то другому. То есть, поэтому отношение к браку другому, ну, штампу нигде не ставят, то есть, поэтому... Вот, допустим, у Миклуха и Маклая, в общем, легко относились к отношениям к браку, пока они не завязаны были на экономических отношениях. А когда стали, в общем, уже вот закрепощать, что называется, экономику прежде всего, то и женщина стала все, как, как в народе говорят, как земля при колхозе. Право первой брачной ночи такое же существовало, и не только в Европе, я так понимаю, насколько это было сильно распространено? Это, ну, как бы сказать, даже у нас, вы знаете, что помещики очень этим пользовались, там, скажем, ну, не все, конечно, то есть, разные помещики были, но особенно такие озабоченные в этом плане, они могли себе позволить такое и, как бы сказать, воспользоваться. А потом вызывает себе там крепостного, Степан, вот, все забирает, нормальная девчонка. Проверил. Да. И, по факту, получается, потом вот на какой-то территории все дети одного отца. Ну, кто его знает. Большинство. Ну, может, вы не знаете, насколько там сразу от первых отношений могут там получиться сразу дети, не всегда так бывает. Но, в любом случае, как бы сказать, вот как раз вот эта дефлорация происходит именно, ну, как бы сказать, с помощью там кого-то чужого. Иногда бывает так называемый искупительный гетеризм, когда, допустим, из племени, когда в одном племени, ну, вот живет много уже родовых групп и так далее, то, в общем, девушка уходит в другое племя. И, как бы, что не очень всегда приветствуется хорошо, ну, как, собственно, иногда вот среди наших молодых, там, пришел с чужой деревни сюда, то уже косятся на него. А что это он, да, то есть, как бы, на нее тут никто не обращает внимания, но когда пришел чужой, начинают как-то недовольство высказывать, могут по темечку настучать, там, и так далее. Вот, так и там такая же ситуация. И поэтому, так называемый, это искупительный гетеризм. Она должна вступать в отношения с, как бы сказать, со всеми желающими в данном племени. Да, или, допустим, у наших народов Севера, у них был долгое время распространен, так называемый, гостевой брак или, так скажем... Гостевой брак, интересное название. Да, ну, то есть, это когда право гостя на жену или дочь хозяина. Причем это без, как бы сказать, ну, это обязательно, то есть, если ты откажешься, это большое оскорбление. Это, ну, у них это было связано с тем... Это вот у нашей народа Севера. Да, у нашей народа Севера. И вот, вот жена, вот дочь, ты должен. Да, да, потому что это... Ну, сейчас я не знаю, как там, допустим, после советской власти там... А так вот раньше это, ну, как бы сказать, имело место быть. А посмысл в этом обряде? Дело в том, что смысл в этом... Это люди заметили, что, в общем, родственников близко. Вот я, допустим, есть моя коллега, которая работала под Воркутой. И они там жили на заимке у какого-то местного, не помню точно по национальности кто. И как-то он их покинул. Говорит, я вот на ней на 10 покинул. Вот она рассказывала, что для того, чтобы сына навестить. А, говорит, а где ваш сын? Ну, показал на карте. Где-то 300 с лишним километров. Это сын. Это их территория. А если с девчонком сходить? Это до 300 километров. Поэтому, когда гости приходят, тут радоваться нужно. Вот так вот. Понятно. Ну, я думаю, на этом мы с вами завершим сегодняшний разговор. Друзья, сегодня говорили о видах брака. Их в истории человечества очень-очень много. Наверное, главный вывод по нашей сегодняшней беседе слова, которые сказал Александр Николаевич. Вот если бы не женщина, то человечество бы не дошло до того уровня, до которого бы сегодня дошли. Нужно на каждом углу ставить памятник женщине. Всего вам хорошего. До свидания. Это был Олег Радивилов. И рассказы о истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова